Сейчас будем его знакомить с его родителями. Родители птенца живут в зоопарке уже 18 лет. Возраст для этих птиц у них почтенный. Маме 26 лет, папе 24. Ведь сипы живут в среднем по 40 лет. А вот именами так и не обзавелись. Только порядковый номер. Его же и получит малыш после того, как орнитологи определяют его пол. У белоголового сипа можно это сделать только после 4 месяцев с помощью биохимического анализа крови. Это не первое потомство сипа в Казанском зоопарке. Плодятся они ежегодно, но пара не подготовлена к самостоятельному высиживанию. И потомство теряют. В этом году работники зоопарка выходили птенца в специальных условиях. Первые сутки он пролежал просто в инкубаторе. Без воды, без еды. Обсыхал. Затем уже был помещен брудер. Пудр с определенной тоже влажностью, температурой. И кормили мы его 6 раз в сутки. Сипы занесены в Красную книгу. Это хищные птицы и долгое время могут обходиться без пищи. Но малышу нужно набираться сил, ведь он еще не может летать и даже ходить. Поэтому и рацион особый. Сегодня у птенца белоголового сипа очень важный день. Ему исполняется 2 месяца. И он впервые оказался в своем доме в вольере. Познакомился с родителями и теперь у нас есть возможность покормить этого замечательного птенчика. Приятного аппетита тебе, друг. Кушай, кушай. Теперь малыш будет жить в собственном вольере, соседнем от родителей. В 4 месяца орнитологи начнут обучать его летать в специальном разлетнике. И только после этого птенец попадет в вольер к родителям. Ленар Генатулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин